Спортивную передачу для школьников. Молодцы! А сейчас время нашей рубрики. И мы продолжим тему гимнастики, но на этот раз спортивной. И расскажем об известном олимпийском чемпионе Алексе, который более 10 лет выступал за национальную сборную страны. Алексей Немов 155 раз поднялся. Он единственный в России обладатель 12 олимпийских. Ну а подробнее в нашей рубрике. Гимнасту из Тольятти Алексею Немову в мемориальном комплексе «Гордость, честь и слава Самарской области» «Слава Самарской области» уделено особое место. В его арсенале не только спортивные победы и достижения. Алексей Юрьевич – обладатель главной награды Международного олимпийского комитета «ХАП». Приза Пьера де Купертена в номинации «За благородный жест». Алексей Немов выступал на трех олимпиадах – в Атланте, Сиднее и Афине. Два золота. Два золота, серебро и бронзе. Первые олимпийские медали. Потом были два золота, одно серебро и три бронза из Сиднее. Игры в Австралии стали его звездным часом, где Немов стал абсолютным чемпионом. Мама Алексея. Мама Алексея. Надежда Акимовна рассказывает, что отправилась много. Уж слишком был он шустрый, шумный, подвижный. В спортшколе до сих пор хранится книга, где напротив фамилии Немов записано. Учится удовлетворительно. Физические данные слабые. Координационные способности высокие. Мальчик садиристый, но... Нас перспективный. Первую награду Алексей Немов получил в 1989 году на молодежном переноскопе. Спустя несколько лет Алексей завоевал свои первые золотые медали на чемпионатах мира. А в 1996 году на 26-х Олимпийских играх в США Немов завоевал две золотые, серебряную и бронзовую медали. В 2000 году на 25-х Олимпийских играх в Австралии Алексей Немов стал абсолютным чемпионом в шесть медалей, из которых две золотые. Посвятив гимнастике 25 лет жизни Олимпиады в Афинах, Алексей Юрьевич завершил. Вы слушаете спортивную передачу для школьников «Молодцы». Ее ведут Юлия Слоткомедова и Мария Козлова. В наших программах мы не раз уже рассказывали о шахматах, о юных шахматистах. Совсем недавно у нас прозвучало, совсем недавно у нас прозвучало сильнейших шахматистов мира Сергеем Корякиным. А сегодня в нашей передаче мы расскажем не о традиционных индийских шахматах, а о русских. Слово председателя федерации «Русский шахмат» Владимиру Ивановскому. Русские шахматы, шахматах от всех остальных шахмат есть коренное отличие. У них чисто наш русский национальный характер. В чем он заключается? Ну, во-первых, не убей. В «Русских шахматах» никто никого не убивает. Фигуры берутся только в плен. К пленникам относятся хорошо. После того, когда их освобождают, они, в общем, живы и здоровы. И могут продолжать так же играть. Вот это вот первое отличие. Второе, они трехмерные. Дело в том, что когда на свои фигуры ставятся другие фигуры, то есть появляется башня, то чтобы правильно играть, они могут играть фигуру сверху, сбоку и даже снизу. Вот это и есть трехмерность. То есть это шахматы 3D. Ну и третье отличие от всех остальных шахматов.